На сцене Нижегородского цирка Работа этого дрессировщика поистине уникальна. Артист год назад лишился обеих ног, спасая на трассе абсолютно незнакомого человека. Дальше, как в страшном сне, больницы, операции, протезы. Возвращаться на арену не хотелось, но цирк – это большая семья. Помогли восстановиться жена и коллеги. Я всегда в него верила, верю, я знаю его сильный характер и не давала ему руки опускать. Разные моменты были, когда казалось, что не получится никогда в жизни. Нет, получится, ты пойдешь, ты будешь, ты будешь работать. Виталий учился ходить заново, а теперь он снова на манеже, пусть и на костылях, зато вместе со своими подопечными. Ему аплодировали стоя во многих городах страны. У меня первое представление было – это решающее. То ли оно первое и продолжение, то ли первое и последнее. То есть, как меня примет зритель, насколько это все будет происходить. Либо они будут восхищаться, либо скажут, что зачем этот инвалид вышел в манеж. То есть, решающим было это выступление. Ну, приняли хорошо, решили продолжать работать. И он продолжил, а любимые звери помогли, подстроились к медленному темпу своего хозяина. Теперь они работают в унисон. Помимо того, что Виталий Смоленец – отважный человек, он еще и лучший дрессировщик. Лучшим его назвали в 2015 году на главной цирковой премии «Мастер». Это «Оскар» только в цирковом мире. Помимо аттракционов с тигрицами, львицами и лучшими дрессировщиками страны, нижегородцы увидят в шоу-программе многих призерок международных фестивалей. Среди них смешные клоуны, воздушные гимнасты, акробаты, канатоходцы, отважные джигиты и многие другие.